Митинг в поддержку Путина объявляется открытым! Ура! В поддержку Путина объявляется открытым! Приветствую вас, сирые и убогие, на митинги в поддержку Владимира Владимировича Путина! Если бы не он, нас бы тут не было! Спасибо скажем ему все! Ура Владимиру Владимировичу! Ура! Итак, кто предоставляет слово первому участнику митинга в поддержку Путина, Владимиру Курбатову! Приветствуйте! Спасибо, дорогие мои земляки! Да, обидно мне, что так мало собралось народом. Я хочу свое мнение высказать. Люблю я Владимира Владимировича Путина, понимаете? Спасибо ему за пенсионный возраст, который он в 2005 году обещал, что пока я президент, ничего вам повышать не буду. Спасибо ему за то, что более 40 тысяч деревень исчезло с карты России. Легче дышать стало. Спасибо ему за то, что лес в Китай весь вывезли. Опять же лучше дышать стало. Правда, ветер сильнее стал дуть. Но это не страшно. Самое главное, что не будет у нас леса. Спасибо ему за все 20 с лишним лет обещания, что я буду красиво жить, аж задыхаясь от счастья. За все ему спасибо. Но печально, что у нас народ не пришел, бюджетников не согнали. Я-то верил в СМИ, смотрю телевизор, верю, что 86% должно собраться здесь. Это как минимум из 350 тысяч проживающих в Чите, это 311 тысяч должно здесь сегодня быть его поддержать. Но я так вижу, здесь пришли люди, вся оппозиция, больше никого нет. Спасибо, спасибо Владимиру за прекрасное, емкое выступление в поддержку нашего главы государства. А сегодня сейчас слово предоставляется организатору данного мероприятия, благодаря которому мы сегодня здесь собрались поддержать нашего Владимира Владимировича Путина. Закруженный Алексей Иванович, встречайте, Роха Кочегар! Ура! Ну, для начала приветствую вас, товарищи митингующие. Вам, наверное, любопытно, почему оппозиционный блогер, один из самых ярых противников Путина, вдруг решил собрать митинг в его поддержку. Все просто. У меня как два месяца уже отключили интернет. И два месяца я смотрел федеральные каналы. Я смотрел Кисель-Туэй, Соловинный помьет, Скобееву и Зиналову. Особый респект Шенину с ведром говна в студии Первого канала. Я смотрел на фиг, и думаю, что занимался-то, оказывается, совсем не тем делом. И я прозрел. Прозрел. Я думаю, и оказывается, что, о, Путин-то думает о наших детствах. Думает о народе. Думает о сирийском народе. Ура Путину! Ура! Да, о сирийском народе думает, который за годы войны в Сирии для него стал уже как родной. Думает о восстановлении этой страны, о строительстве в ней школ, больниц, дорог, заводов. Посылает тоннами туда гуманитарную помощь. Молодец, Вова! Поддерживает! У нас, оказывается, уже все давным-давно восстановлено. Ведь Вова-то думает. Он думает о народе Африки и Южной Америки, прощая им многомиллиардные долги. Ведь люди в его стране уже давно выплатили кредиты. И в помощи уже не нуждаются. Особая благодарность от детей нашей страны, нуждающихся в увеличении, за мобильную связь, благодаря которой мы можем оказывать им материальную помощь через СМС-сообщение. Я поддерживаю и говорю спасибо Путину за выпиленный лес и вывезенный в Китай, идущий за границу мимо наших городов газ, и за деревни, которые давно уже исчезли с карты нашей России за время правления Путина, за ликвидацию фабрик, заводов, сельского хозяйства, за уничтожение тяжелой и легкой промышленности. Я говорю спасибо от лица пенсионеров, особое спасибо за пенсию в 10 тысяч рублей, за 5 лет трудовому стажу лично от меня. Низкий вам поклон, Владимир Владимирович. За рабочие места и доступное жилье, за свободу слова, свободной стране. Поддержка вам и большое человеческое спасибо за Росгвардию, за нашу бесстрашную Росгвардию, разгоняющую мирные протесты, за суды, в которых невозможно выиграть ни одно политическое дело. Судя по количеству пришедших на этот митинг людей, видно, что нас, Вова, с тобой поддерживает всего 86% населения этого города. Вот и не сдавайся, Вова, не унывайся. Тебе еще есть чему стремиться. При 100% ликвидации страны, как России, как государству, как страны, 100% поддержка населения тебе будет обеспечена. И еще, извините меня, Вова, что я хотел сжечь тебя в доме. Я был просто слепым, глухим, несмышленным щенком и не понимал, что такой президент, как ты, просто достоин своего народа. Так держать, Вова! Ура! За Путина! За Путина! За Путина! Итак, резолюция митинга. Ввиду того, что в стране наблюдается небывалый экономический рост, дикая рождаемость, что у нас наблюдается экономический подъем на фоне продажи все больших и больших объемов ресурсов, предлагаем Путина Владимира Владимировича поставить на пожизненное правление государством российским. На пенсию его не отправлять, а сразу в рай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова